Всем привет, ребятки! Привет! Вы на канале Своим Ходом. С вами как всегда Лиза, Виталик. И сегодня новое путешествие от острова Пхукет. Мы уезжаем с острова Пхукет на материк. И сегодня у нас будет замечательное озеро. Оно огромное, просторное. Все окруженное горами. Там наша находится база, на которой мы будем целых 2 дня. А еще в этом выпуске мы с вами будем кататься на огромном здоровом слоне, у которого даже есть бивни вот такие вот здоровенные. Весит, наверное, полтонны. Этот выпуск будет, в общем, очень классным. И обязательно полетаем, потому что только что приходил китайцам, он говорит, чувак, 10 квадрокоптер можешь запускать. Поэтому погнали. О, нет, нереально. Я себе все яички сварил. Суставы вправил. Эй, я продолжения не просил. Это наша подписчица Полина. Опа. Из-за убийства слона дают смертную казнь. Как ни крути, а все-таки самое классное место, стоит, наконец, уже на носу. Такие, знаете, как туалетики маленькие стоят. Ну, собственно, вот домик, который мы взяли прямо внизу. Вот она, вода. Дали клошары, и не дал мне камеру. Нас сожрут анаконды, крокодилы, гориллы. Когда втроем, мне страшнее на лодке. Я уже просто так вижу, как сейчас какая-то рожа страшная вылетает оттуда. Я готова пыть на сафари. Смотрите, какие шапочки нам дали. И вот здесь вот бамбук, из него наливают воду. Смотрите, короче, себе купил, себя спрятал и не мокнет. Дочь лучше всего иметь водонепроницаемый телефон. Итак, друзья, наша экскурсия началась. Сначала мы приехали в место, где была пещера обезьян, там был лежащий Будда. И еще посетили мы храм, где была огромная черная статуя черного сидящего монаха. И сейчас мы приехали в то место, где будем кататься на слонах. И здесь еще слоник делает вот так вот тайский массаж. Лучше, чем в любом тайском салоне. Сейчас еще массаж с продолжением будет. Кайф. Все кости вмял, суставы вправил. Эй! Я продолжение не просил. Вот, хотел почувствовать промостав с продолжением, а он взял все и реально сделал. Это наша подписчица Полина легла под хобот слона. Засос поставил. Нормально. Пока-то. Все иногда присасывает. Даем 100 бат слонику, она уходит в магазин. За корзину. Соля, отдает 100 бат. Приносит корзинку. Спасибо. И мы начинаем ее кормить. Раз. Ты смотри, что туда она хобот не засунула. Пылесос на нее нормальный. Еще раз. Еще? Тройной поцелуй давай. Она не сильно. Ладно, мне хватит. Кто-то не туда поцеловал. Вау. Вау. Он там вышел и толь. Нашему слону целых 27 лет. Отправляемся сейчас на нем гулять по какой-то равнине. Здесь все в окружении пальм. И погода сегодня вообще крутая, да? Да. Я просто смотрел очень много видео с этих мест. И у всех постоянно дождь. Нам пока что везет. Надеюсь, что когда мы приедем на озеро, там тоже будет классная погода. Сейчас фокус сделаем? Да. Нам в рамку с какашками. Здесь вообще тоже по-своему необычно красиво. Мы, получается, сейчас катаемся уже четвертый раз. Еще купались со слонами. Везде своя атмосфера. Но это тоже такое одно из самых классных мест, потому что вокруг чисто природа. Нет никаких построек. Вот вы дальше уходите в такие некие джунгли. И все это в окружении зелени. Очень красиво. И пока мы едем на этих слониках, мы хотим с вами поделиться полезной информацией, которую мы узнали на этой экскурсии. Сейчас все вам выложим. Давай, Лизон, вещай. Слоны вообще живут 75-80 лет. Это средний их период жизни. Нас сейчас ведут по какой-то грязище. Какашка, смотрите. Грязище. Такая высота здоровывает у этого слона просто. Идешь на движущейся скале. Главное не упасть туда. Каждый слон весит до 6 тонн. Просто представьте, какая махина. То есть 4-6 тонн. В день съедает 300-600 килограмм. У них 4 раза меняются за всю жизнь зубы. И вот последний раз в 40 лет у них... То есть зубы, они не выпадают. Они стираются. Потому что они всегда идут такие, знаете, грызут бамбук, бананы. Это все очень жестко. А зубы стираются. И в 40 лет последние вот зубы вырастают. И все. И после 45 лет слон выходит на пенсию. Когда слон выходит на пенсию, ему нужно есть мягкую какую-то пищу. Там бананчики. Там такое все очень мягенькое. Тогда слон может прожить дольше. И умирают они только потому, что у них стачиваются зубы. И они просто от голода умирают. Представляете? И тем временем мы заходим в реку. Главное, чтобы сейчас он с хоботом не облил. Погонщик выдается слону с самого рождения и до конца жизни. Один погонщик у слона. Вот погонщик сейчас наверху сидит. Если случайно погонщик умирает, то слон уже не поддается ни дрессировке, ни ничему другому. И попадает в депрессию. И кстати говоря, когда слон выходит на пенсию, погонщику выплачивается 12,5 тысяч бат в месяц для того, чтобы можно было слона прокормить. Кстати говоря, слон стоит 500 тысяч бат. 500, да, 500 тысяч бат. Не такой, не очень слон. А до 2 миллионов бат стоит слон. Представляете, как дорого. А теперь не очень приятная такая информация. В общем, за убийство слона дают смертную казнь. Кстати, смертную казнь сразу убивают, расстреливают. Не знаю, что там делают. Или сажают на стул электрический. А вот за убийство человека в Кланде дают всего 25 лет. То есть за убийство человека 25 лет, а слон священное животное сразу смертная казнь. А еще у слонов есть свой собственный праздник. 13 марта это День слонов. Вот вы по-любому не знали, что хобот у слона состоит из 40 тысяч мышц. Это больше, чем во всем человеческом теле. И что он этим хоботом делает абсолютно все. Он даже может спичку поднять с песка. Представляете? Самая главная задача мамы и папы, научить слоненка управлять хоботом. То есть они обучают именно это. Не ходить, ничего другого. И до 2 лет слоненок спотыкается о хоботе, потому что он вообще не понимает, что за фига полтается. Если слон вообще без педмекных пятен, они обычно такого желто-белого цвета, значит это очень молодой слон. Вот, например, наш слон, он с пятнами. И вот еще один слон, смотрите. То есть очень-очень много пятен. И это значит, что слон уже старый. Там 20-25 лет. Возможно, он еще старше. Вообще здесь есть слон, которому 50 лет. Он здесь тоже ходит, мы его не видели. Только говорят, что он вообще весь в пятнах. Какая-то веснушка, да? Рыжий-рыжий конопатый слоник. Вот мы и добрались уже до озера Чеулан. Оно очень огромное. Смотрите, там уже очень много лодочек. Все они туда уплывают. Отвозят туристов на базу, на которой мы что-то же плывем? Плыть 30-50 минут. Вот отсюда будем плывать. Вот такая карта. Получается, мы находимся сейчас на самом верху. Видите, такая стрелочка синяя, да? И поплыем куда мы? Вот сюда. Вот сюда. Смотрите, как озеро выглядит сверху. Смотрите, вот сейчас и меньше. Это уже находится на материке, а не на острове. Мы уже с острова Пхукет. Да. Переехали на автобус через 90, уехали на материк. Провинция называется Сурадхани. Вот приехала наша лодка, пришортовалась. Сейчас на нее вся наша экскурсионная группа забурится. И поплывем, будем наслаждаться видами. И окажемся там, на нашей базе. Где же будем купаться, наслаждаться озером. Озеро вообще нереально красивое. Сейчас внесемся по нему с огромной скоростью. Но когда он там сидит, заливает водой, я просто сна вышел. Видите? Все шорты уже мокрые насквозь. Приходится вот здесь стоять, наслаждаться. И нам сказали, что здесь какая-то аномальная зона. И когда сюда приезжаешь, везде в Толанде солнце. А здесь может спокойно пойти дождь. Но пока, слава богу, дождя нет. Только брызги от лодки. Как ни крути, а все-таки самое классное место, это, конечно же, на носу. Если вообще не заливает, очень клево. Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, в эту поездку стоит съездить только ради того, чтобы погонять на огромной скорости по этому озеру, окунуться в эту атмосферу. И мы уже подъезжаем к нашему лагерю, который находится вот на этом берегу. Смотрите, такие домики. Прямо под огромной горой. И здесь еще можно арендовать по ходу дела каной, байдарки. Вон они катаются. У нас здесь целых 2 дня. Целых 2 дня в этом офигенном месте. Здесь много разных домиков. Смотрите, штук, наверное, 20 точно есть. И какой-то один из этих домиков на все. Высаживаемся. Как тебе место, Лизон? Домик классный. Такие, знаете, как туалетики маленькие стоят. Так прикольно. Так, в туалетики? Да. Но они такие маленькие. Мне нравятся. Да. Очень круто. Какая красота. Мы ехали так красиво. Мне кажется, будет круто поехать туда на каной. Мы по-любому поедем на каной и будем снимать на квадри. На самом деле нам очень повезло, что сегодня нет дождя. Потому что тучи есть, облака есть, но дождя нет. А обычно здесь все время дождь идет. Потому что горы, они задерживают облака. И большинству, наверное, 90% туристов здесь не везет. Они все время попадают в дождь. Нам наконец-то повезло. Итак, друзья, у нас на ланч сегодня, смотрите, целая ложка риса. Есть суп с мясом каким-то. Суп острый. С курицей. Еще есть вот такая тарелочка с зеленью и креветками. Представляете, креветки даже есть. Очень вкусно. Как в Индии. Вам с таким удовольствием говоришь, как в Индии. Заскучилось, что ли? По Индии? Мы очень хорошо пообедали. Смотрите, какая красота. У нас домик номер 5. Сейчас я его покажу. Здесь можно вот кататься, брать все эти штуки. Они все уже включены в стоимость этой экскурсии. И здесь же можно плавать. Вам куча китайцев плавает в спасательных жилетах. Ну, мы так уплаваем. И все это, посмотрите, в окружении какой красоты. Какие горы. Очень круто. За целую тысячу бат Лиза получила ключи от нашего домика и весло. На самом деле, ребята, да, это всего лишь залог. Потому что веслы ключи теряют. Так что... Ну, можно просто без ключей жить, да. Можно жить без ключей. Можно жить без весла. Идем к пятому домику. Здесь уже все веселятся, развлекаются, купаются. Так, пожалуйста. А, закрыто. А, открыто. Во. Ну, собственно, вот домик, который мы взяли. Все это включено в этой стоимость. Вот такая кровать. Так. Здесь у нас целых четыре полотенца. Две воды включены в стоимость. И надеюсь, что ночью здесь не будут орать китайцы. Под окном. И дискотеки не будет. На самом деле, необычное такое жилье. То есть, мы здесь спим, да, с вами. И прямо здесь, видите, видно воду. То есть, по идее, к нам ночью кто-нибудь может сюда заползти. Какая-то змея водная. Готовы, Лиза? Вот здесь такой туалет. Душ. Прямо в туалете можно мыться. Одной ногой в туалете, другой поливает все. Да, и это что, в смысле смывается туда, и потом вот здесь кровоешь? Нет, нет. Я думаю, смывается под другое место. Хотя фиг его знает. Зеркало есть. В общем, ну вот такое у нас жилье, друзья. Ох, привет. Ох, сквозные. Как вам, как вам жилье? А у нас шторок нет? Нет шторок? Возьмите. Нормально. Прямо внизу, вот она вода. Бирюзовая. Мы шлем купаться, еще кататься на каноэ. Или каяки, как они называются. Оп, дверьки закрываются. И вот так вот выходите из номера. Бам! И вы в окружении гор, озера. Красота. Смотрите, что у нас здесь. Ох, просто нереально. Целый хребет горный. Красота. Невероятно круто. Ребята, нарулили себе каяки. Сейчас я их с воздуха поснимаю. Коптер готовлю. Держи. Все, давай, отправляйся. Я взлетаю. Ребята, нарулили себе каяки. Ребята, уже вернулись обратно. Я их так и не нашел на квадрокоптере. Они очень быстро куда-то улетели все. Я стою, жду батарейки, полбатарейки. Я жду, жду. Я не могу вас найти никак. Дали клошар и не дал мне камеру. Поэтому мы немножко снимали на телефон Полины. Вообще там такие супер кадры. Все шатаются. Мы на той стороне, да? Да, мы тут были прямо туда, в тот проход, куда люди плавают. Ну все, бери камеру, снова плыви. Обязательно с тобой сейчас сплавим, потому что это нереально. Так, заход номер два. Я посадила Виталика, потому что я просто не могу сидеть спокойно и не показать ему эту красоту потрясающую, которую мы там увидели. И мы должны ее в полной степени и мере передать вам. Вдвоем легче, да? Да. И подпит нормально. Видали, как всегда, всех обогнал, кинул и уехал. Класс. Тут так классно. Нам сказали, что вот этот остров, который находится на противоположной стороне, хотя это сложно остров назвать. Это все просто материк, мы находимся на озере. Но если на ту сторону озеро высадится, то нас сожрут анаконды, крокодилы, гориллы. И растерзают кабаны. И все это одновременно. Скажешь, что самое безопасное место находится в вашем каное, прямо посреди этого озера. В озере вас никто не тронет. Надеюсь, здесь не водится лох-неское чудовище. Да, что очень странно, что нас в озере никто не тронет, потому что реально очень страшно. Ну, как бы, знаете, такое озеро, вода-то непрозрачная в нем. Как на все равно, конечно. Дна не видно. И реально страшно. Какие горы крутые. Очень красиво. Я когда летал с воздуха, ребята, вы сами уже съемку с воздуха видели, просто охренеть, да, я в шоке вообще. Летаешь высоко, была высота, конечно, на коптере, показано 270 метров в воздухе он висел. То есть видно было вот эти гряды гор, вообще такой, просто, ставьте лайк, если понравилось, так же, как мне. Я просто стоял вот так, ну, у меня же колбаса. Ты вообще столько на коптере не летал уже. Давно не летал. Не разрешают нигде летать, а здесь разрешают. Ребята, все тащим коптер на озеро. Нам здесь очень нравится. Мы под таким большим впечатлением. Фотографинишься. Ты когда втроем, мне страшнее на лодке было. Да. То же самое, да? Ну, как будто вот сейчас вот все там. Да, да, да. А тут как бы вообще... Мы когда втроем ехали, у нас просто каяк был утоплен. Полностью. Смотрите, здесь очень интересно. Это озеро, оно создано искусственно. То есть тайцы сами поставили дамбы и затопили эту часть. И здесь в некоторых местах вот так вот прямо торчат из воды корни. То есть старые-старые деревья, которые когда-то были настоящими деревьями. Кстати, здесь глубина от 4 метров до 175. Да, 170. Мне очень классно. Прям супер. Такая атмосфера здесь. Потрясающая, ребята. И народа немного, да? Очень странно. Вообще никого нет. Здесь реально так тихо. Я придумал название к нашему выпуску. Смертельная тишина. Остаться живы на озере. Чао, лан. Вообще, вы так смотрите клёво на этом ярком каяке. Подводная жизнь. Так это деревья какие-то. Распортные. Я уже просто так вижу, как сейчас какая-то рожа страшная. Вылетает оттуда и на нас нападает. Ой, к берегу нельзя. Вдруг у нас макака. Макака выбежит на нас, если. Или анаконда какая-нибудь. Разворачиваемся скорее. Я боюсь. Скорее, Лизон, скорее. Вода вообще чистейшая. Видите? Просматривается метра на три, наверное. Мы сейчас доплыли практически до самого конца вот этой лагуны. Очень красиво. Смотрите, прямо на дне видно водоросли, деревья. Мы нафоткались, уже возвращаемся назад. Фотки просто потрясные. Заходите в наш инстаграм, чтобы посмотреть, что получилось. Сейчас в 5 часов вечера у нас начнется какое-то сафари. Фух. Мы протылаем к нашим домикам. У меня больше не осталось сил. Кстати, экскурсия стоит 4600 бат на человека. Это за два дня. Включая жилье, все питание, все передвижение и трансфер обратно к вам в отель или в конду, как у нас. Вода очень теплая. У меня теперь мокрая бааа. Мокрые еще. О. Я готова плыть на сафари. Лизончик готов плыть на сафари. Чики-чики. Поплывем. За сколько ты купила на пакете, да, эту штуку? Всего 160 бат. А наши ребята здесь делают фотосейшн. В первый раз сейчас встречаю, что вот наши подписчики и вообще ребята на экскурсии столько фоткают, они фоткаются больше, чем мы. Уже сотая фотография пошла, они тысячные, тысячные, да? Они сначала фоткались на телефон, теперь фоткаются на зеркалку. Еще жесть. Маньяки. Ну, у них клевые, фотки у них клевые, получается, да. Наши купания закончились, катания на каянии закончились, уже сейчас темнеет, и мы отправляемся искать диких животных, которые обитают где-то здесь, вокруг этого озера. Поехали на нашу лодку. Отплываем, друзья, отплываем от нашей деревни, мы к ней вернемся уже через час, будем здесь еще ужинать. Солнышко ушло, и уже свет такой более нормальный, более нормально все видно, потому что до этого все засвечивалось, такие горы высоченные. Ну что, Лизончик, кого ты надеешься видеть сегодня в лесу, в джунглях? Кабан, обезьяны, змеи, крокодилы и лохнесское чудовище. Ну а что, ну вдруг повезет, прикиньте, классно. Смотрите, они кого-то нашли, Лизон, кого вы нашли? Там два маленьких черных ламбука. Вон сидит хвост на бамбуке, смотри. Так. И вон шевелится даже черное пятнышко хвост. Ребята, смотрите, очень хорошо видно на зеркалке, видите, сидит, прям по центру и хвост висит. Вот это маленькое черное пятно. Ну вот так, друзья, все-таки мы увидели лангуров целых двух, один, а даже трех. Там, например, парочка посеяла лангуров и вот здесь большой, огромный лангур со свисающим хвостом. И сейчас на улице очень комфортная температура, солнце почти скрылось, так прохладненько, свежо. Плаваем, озеро такое спокойное-спокойное, на каждом дереве сидит обезьяна, мы ее пытаемся увидеть. А вот это вообще кайфово, плывешь уже на ужин, Близончик сидит позади, делает массаж ног, вообще красота. Где-то справа слева бегают обезьяны по джунглям, висят на деревьях, но штук пять мы точно уже увидели. Только они такие маленькие-маленькие как бы и только одно слово обезьяна, а как бы так непонятно, что это обезьяна. Просто черное живое пятно. Посмотрите, какие горы окружают нашу базу, прямо как в Маврите, красиво очень. Такое ощущение, что мы сейчас куда-то заплываем на остров Райский, где мальдивы находятся и домики на воде, но это Таиланд, ребята. Все уже в огнях, все домики подсвечиваться начинают, и нас ждет ужин, надеюсь, там лобстеры, креветки, кальмары. Никто же нам не запрещает мечтать, да, друзья? Сейчас там будет просто рис, жареная курица, в общем, посмотрим, мы причаливаем. Обратите внимание, друзья, смотрите, какая сейчас такая тропинка сделана, дорожка деревянная, и вот фотография этой же базы 2012 года, видите? Все такое еще в зачаклом состоянии, только развивается, какие доски торчат, и сверху крыши, как сейчас, смотрите, там черепичная крыша сейчас находится, да? А раньше она была из сена сделана. Зацените, что у нас на ужин, друзья, у нас целая штука риса, рис раз, огромная большая рыба и омлет, это все на 4-х человек, а они до чего, что принесли, смотрите, салатики. И фруктики. Давайте проверим рыбу, ребята. Вот такая рыбка, сейчас мы ее кнем в спайс и соус, вот здесь есть. Огонь, очень вкусная рыба. Белиссимо, да? Получился у нас вот такой шедевр, рис заливаем соевым соусом сразу. Все это с омлетом, со салатиком, с супом острым и с остатками рыбами, которые остались. А, Телезон, нормальный? Нужин покатит, да? Еда очень простая, ну, как и на всех экскурсиях, она тайская, но здесь очень вкусная. Итак, друзья, начался новый день, мы проснулись в наших плавучих домиках, и вообще экскурсия очень крутая, и домики очень классные. Но это подушка из латекса в виде бревна и матрас в виде огромной деревяшки, жесткий, это, конечно, жесть. В общем, я полночи не спал, Лиза тоже. Ребята, Виталик тоже не спал? Или как, шея болит? Да, шея болит тоже. Шея болит. У нее вот шея реально болит. Просто затекла вот так вот. Почувствовал себя как 50-летний. Вот матрас. Вот он. Видите? Это бревно. И точно такая же подушка латексная. Так что, ребята, давайте заменяйте свои подушки, заменяйте матрасы, и все будет хорошо. А это был честный отзыв о своим ходу. Мне Лиза сейчас подсказала, что здесь еще есть другие базы наподобие этой, только там типа домики круче. Соответственно, наверное, обстановка внутри домиков тоже круче. Но там совершенно другие деньги. И, скорее всего, там раза в два дороже будет. Эта экскурсия так сама по себе очень такая дорогостоящая. И нужно на нее выделять определенный бюджет, потому что недешево. Ну, а мы потихоньку просыпаемся вот с таким офигенским видом. И уже с утра здесь облака, потому что вокруг гор они все задерживают. Ой, смотрите, Лизончик завтрак мне принесла. Что у нас сегодня на завтрак? Яичница и два сэндвича с крабовыми палочками. Слушайте, ну... И здесь еще огурчики, смотрите, лежат редисточки. Завтрак гораздо вкуснее, чем вчера был обед и ужин, да? Выглядит очень аппетитно. Мы очень вкусно позавтракали. И сейчас можно покормить рыбок. Они здесь плавают прямо рядом с пирсом. Смотрите, сколько много их. Ну-ка, давай печенье каем. Опа. Итак, друзья, мы покидаем нашу базу, но на этом экскурсия не заканчивается. Мы продолжаем наслаждаться красивыми видами. Под звуки мотора. Посмотрите, какая красота. А утром это все гораздо лучше воспринимается, потому что не жарко, не душно. Солнце еще не встало, не успело накалить воздух. Я брала с собой фену, тюжок. И свет вырубили, да? Вообще просто топа, знаешь. Короче, Лиза помыла голову, топа включает фену и вырубает свет с утра. Так что фену можешь с собой не брать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже подплываем к месту высадки. Наша финальная точка. И прямо здесь расположена, смотрите, дамба. Вообще эта дамба расположена в разных четырех местах. И, собственно, через эти дамбы и затопили весь этот заповедник, национальный парк. Здесь образовалось это озеро. Как Лиза уже говорила, оно создано искусственно, тайцами. Вот и все, друзья. Мы причалили. Причалили обратно в то же самое место, откуда отправлялись. Провели там целую ночь и вернулись. Все-таки двухдневная экскурсия лучше, чем одноневная, потому что в одноневной бегом-бегом все, ничего не успеваешь. Расслабился, поспал, отдохнул, выспался. Весь день еще впереди, и мы только начинаем его. В следующее место мы приехали кататься на бамбуковых плотах. Место называется Сок Ривер. Река Сок. Сейчас все будет по Соку. Смотрите, вот так вот усаживаются все на плоты. И отправляемся кататься по реке. Смотрите, какие шапочки нам дали. Класс! И все в этих шапочках плавать будете. Очень прикольно. Здесь на этих плотах на самом деле все продумано. Мы на таких уже катались, туда не было стульев. Здесь же есть стулья, есть спасательные жилеты. И вы не намокаете, да? Только ноги немного промокают в шлепках. Шлепки вообще нужно было на берегу оставить. И все, идем наслаждаемся. Вот все, нас окружает джунгли, лес. Погода такая не солнечная. Даже это хорошо, потому что не жарко. Главное, чтобы дождя не было и все. Вот такая идеальная погода для катания на плотах. Я прям как индийский бумэн. Нас привезли в место сейчас, где чай варят прямо в бамбуковых шестах. Представляете? Я ни разу не пила такой чай, а так как я любитель, я уже вся в предвкушении. Здесь наверху, смотрите, вот такой костер. Стоят бамбуковые такие шесты. И в них, собственно, насколько я понял, кипятится или вода, или же чай уже готовый там делается. И вот такие бамбуковые чашки у всех будут. Мы не будем наливать чай. Эти чашки можно забрать с собой. Смотрите, какие они красивые, гладко выстриженные внутри. И с такой ложечкой из бамбука. Сначала насыпают чай прямо в бамбуковую чашку. И вот здесь вот бамбук, из него наливают воду. Из костра его достали. Видите, кипяток там. Даже не нужны железные чайники. Сделаны там специально. Вот такой чай у нас получился. Тут заварка. Хорошенький чай, там всякие трава, что-то сладкое, какой-то фрукт все-таки присутствует. Очень вкусный чай. Еее, ливанул просто нереальный дождь. Виталик купил себе за 40 бат дождевик, а мне не купил. Я купил его не для себя, а для рюкзака. Да-да-да, конечно. И ты сама отказалась от него. Ага. Смотрите, короче, себе купил, себя спрятал и не мокнет. Такой едет на бамбуку. Шляпу охраняют. Вот, шляпу охраняют. Смотрите, как здесь классно. Зато какой вид. Какой вид потрясающе красивый. Вон на бамбуковых флоутах ребята плывут. Точно лучше всего иметь водонепроницаемый телефон. Такой, как у меня. Но единственное, что он после этого начинает глючить и не заряжается. Не знаю, у вас так же или нет. Я уже вся мокрая просто насквозь. У меня... А я нет. У меня течет глаз. На самом деле так... Ох, блин, очень... Следующая остановка это вот такой водопад. Кстати говоря, довольно высокий. Идет дождь. Половина автобуса осталась в автобусе. Вот смотрите, какие у нас классные подписчики. Просто идут фотографироваться под водопад. Виталик и Полина. Не страшен им дождь. Завершающий этап нашей экскурсии это источники, которые называются Романи. Горячие источники. От скольки ли зоны из вода температура? От 35 до 70 градусов. Но вот там труба, мы вам попозже покажем, там 100 градусов. Родоновый источник. В общем, здесь 1, 2, 3 бассейн. И вон там еще 4 бассейн. И как видите, просто дождь нам пытается испортить всю атмосферу. Ни хрена себе. Наверное, как горячая ванна. Причем это же самая лотовая версия, да? Да, здесь примерно 30 градусов. Ребята, если у вас болезнь сердца и кожное заболевание, вам, к сожалению, сюда нельзя. Имейте ввиду. Здесь еще горячее, да? О, ни хрена себе. Это вообще тема. Следующий вариант по горячести, это вот этот бассейн. Сейчас мы сюда занорнем. Кажется, с дождиком совершенно другая атмосфера. Необычная. Если бы сейчас солнце светило, было бы вообще еще жарче. Сами источники были бы жаркие. Еще бы солнце. Говорят, что когда солнце светит, здесь градусов больше 70. Господи, я вообще ногу сварил заживо сейчас себе. Капец вообще. Там еще горячее. Жесть. Реально очень горячее. Охренеть. Ноги реально заживо горят. Просто ад. Мне кажется, на дачу зайти просто, да? Я больше не могу. Все. Все волосы выпадут. Это прикольное состояние, когда сидишь просто в горячей, на горячей ванне. А сверху холодный дождик капает. Сейчас Лиза попробует запихнуть туда свою ногу. Вот этот самый горячий бассейн. Я уж попробовал, больше не хочу. Встань. Очень горячее, да? Вообще прямо обжигает. Иногда, когда заживо. На, рука горит. Реально такое ощущение, что она просто горит. Минут 10 и все, и руки не будет. Как курочка жареная будет. Мы должны с вами это сделать. Сейчас. О, нет, нереально. Вы что, все. Я себе все яички сварил. Реально можно просто кинуть яйца, а не свариться, серьезно. Ух ты, ни хрена себе. Жесть просто, просто жесть. Реально котел, черт сварил котел. Ну, собственно, на этом, друзья, мы заканчиваем этот выпуск. Погода нас немного подвела, но экскурсия была очень крутая, да? Особенно первый день. А Таня на лодочках. Вообще огонь. Надеемся, что вам тоже понравилось. Обязательно сюда приезжайте. Классная реальная экскурсия. Прям такая насыщенная. Особенно озеро. Да, я считаю, одна из самых экскурсий, куда стоит ездить. Вот мне пока понравилось. Пипи, пипи. Вот это экскурсия. И можно один из остров выбрать рачи или коры. Вот. На самом деле, 80% мне везет с погодой. Если вам, если вы были на этой экскурсии, вам повезло. И в первый день, и во второй, напишите нам об этом в комментариях, чтобы люди знали, что погода бывает хорошая. Ну, собственно, на этом все. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии полезные. И мы обязательно ваш комментарий, если вы активный подписчик, ставим куда-нибудь в один из выпусков. Напишем ваше имя, никнейм. Запустим подрокопку. Ставьте лайки. Мы вас обнимаем. Целуем. Все. До встречи в следующем выпуске. Всем пока.